Давайте послушаем еще один звонок. Добрый вечер. Представьтесь, вы в эфире и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Катьяна. Я проживаю на Липовой горе. Причем в районе Новостроек. Вот сделали очень удобно. Маршрут 41Б изменили. То есть его пустили в район Новостроек. Добавили две остановки. Школа номер 88 и улица Котланская. А я езжу в сторону Крестов. То есть, чтобы на 41А в ней идти, нужно две остановки пройти пешком. Почему 41А не пускают в район Новостроек Липовой горы? Полностью их отрезали от этого сообщения. Спасибо большое за вопрос. Как я понимаю, в том, чтобы завернуть 41А туда же, куда идет 41Б. Нет, ну тогда все жители Липовой горы захотят на нем тоже поехать и скажут, что нужно на конечную индустриально его завернуть. И новостройки все равно не войдут. Вот обнять все одним маршрутом невозможно, к сожалению. Значит, удовлетворить потребности каждого жителя в том или ином микрорайоне. Поэтому, как первый этап, 41А, значит, он на сегодняшний день работает. А вот именно на те новостройки, где проживает женщина, мы завернули 41Б, действительно изменили его маршрут, так, чтобы было удобно добираться. Значит, пока с одной пересадкой только можно проехать на нефтестрой. Значит, та посадочная площадка на кольце Индустриальной улицы, конечная, да, она у нас на сегодняшний день и так перегружена. Там уже большее количество автобусов, оно просто-напросто не вмещается и будут нарушены определенные требования по безопасности. Будем смотреть дальше. Конечно, если у нас, возможно, такая появится, может быть, какие-то маршруты оптимизировать. Но на сегодняшний день все-таки мы считаем на Липовой горе, что 41Б, 41 мы немножко, да, тоже переформатировали, на которой на прибрежных ходит, 41А, плюс маршрутные такси, которые там есть, они все-таки достаточно хорошо вывозят этот микрорайон в город. Давайте послушаем еще один звонок. Добрый вечер. Говорите и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, у меня такой вопрос. По поводу 78-го маршрута, как съезжая с пятерки с Виадука, не горит ни один столб, ни одна остановка не освещена. Пассажиры стоят, машут карманными или фонариками, или мобильниками, чтобы водитель увидел, что стоят на остановках. Вообще ничего не видно. Второй вопрос. По переездам. 15-й микрорайон. Переезд разбит, усмерть. Никому он не нужен. Переезд около кинотеатра «Октябрь». Разбит, усмерть. Никто его не делает, никому он не нужен. И третий вопрос. По поводу зарплаты работникам ПТП-1. Когда она, наконец, в год повышена? Спасибо, спасибо за ваши вопросы. По промышленному шоссе действительно это проблема. Освещение на ней отсутствует. У нас уже есть решение суда, обязывающую мэрию восстановить освещение. Мы уже сделали проект, но стоимость его там порядка более 30 миллионов рублей. То есть стоимость очень весомая, и, к сожалению, в бюджете на этот год эти средства не заложены. Как только возможность такая появится, я думаю, что мы совместно с депутатами этот вопрос будем рассматривать. И, кстати, вот на комиссии муниципалитета в среду будет также рассматриваться вопрос по освещению улицы Промышленной. А это как раз две рядом стоящие улицы. Если возможность финансовая будет найдена, конечно, мы будем в ближайшие год-два там строить освещение. Потому что решение суда такое есть. По переездам вопрос. По переездам. У нас за ремонт переездов отвечает собственник вот того пути рельсового. Значит, это если трамвай, значит, наш Яргор Электротранс. Если же это железнодорожные переезды, это либо северная железная дорога, либо какие-то частные владельцы. ГИБДД работает в этом направлении, предписание ему дает. И каждый собственник переезда должен восстанавливать покрытие между рельсами и на 10 метров в каждую сторону от путей. Ну, вот Яргор Электротранс, насколько я понимаю, не очень хорошо справляется с этой задачей, судя по вот и звонку людей, даже по тому, что мы видим своим глазами. Ну, по Яргор Электротрансу данный вопрос рассматривался на совете директоров. Значит, на следующий год были, значит, заложены дополнительные средства на ремонт переездов. Надеюсь, что, может быть, не совсем, но значительно ситуацию в 2015 году Яргор Электротранс улучшит в весенний-летний период, где-то мая-июнь месяц. Ну, и самое последнее, наверное, это зарплата, да? Я понимаю, что человек, звонивший, судя по всему, сам работает в ПТП один. Ну, хотелось бы сказать, за весь, наверное, городской общественный транспорт муниципальный и по трамвайщикам нашим, по троллейбусникам тоже. По зарплате, к сожалению, она действительно достаточно низкая. Значит, вот один из депутатов выходил с предложением, помните, да, при принятии бюджета на 2015 год, заложить эти средства. Ау, говорили у нас в Байло, да? Достаточно серьезные, да, это 94 миллиона рублей, только повысить зарплату на 10%. К сожалению, это решение не было поддержано, значит, муниципалитетом, но эти дебаты продолжаются. Думаю, что в течение года мы будем возвращаться к этому вопросу и наставить, потому что текучесть в этой отрасли очень большая, нагрузка серьезная, люди работают там ночами, со сменными графиками. И, конечно, я считаю, что заработную плату у работников этих предприятий необходимо повышать. Давайте послушаем еще один звонок. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Екатерина, я хотела бы уточнить один вопрос. Мы проживаем в Афромском районе, микрорайон Сокол. Смысл такой, что нам нужно уточнить такой вопрос. Мы вот приехали, здесь новостройки проживают? Ну, я слушаю, продолжайте. На лице, который вот идет. Нам приходится выходить на остановку дальше, и то мы не успеваем влезть, потому что маршрутки идут битком, не могут, ну, не останавливаются. Мы опаздываем, не говорим о том, что марш... Спасибо, спасибо. Вопрос в ваш понятие. По Соколу и проспекту Фрунзе мы тоже ситуацию отслеживаем и увеличиваем количество транспорта. Могу сказать, что вот только по 42-м автобусу, о котором говорили, у нас ранее работало 9 лязов, и вот буквально мы в декабре и январе увеличили на 4 единицы, там сейчас работает 13 лязов. И интервал движения, если он в часы пик до этого составлял 18 минут, то сейчас он где-то составляет 12-13 минут. И мы видим, значит, каждый день снимаем количество пассажиров, да, перевозимых, и видим, что на 42-м постоянно каждый день идет рост пассажиропотока. То есть люди уже начинают доверять, они видят, что этот автобус ходит чаще, на нем добраться удобнее, и все большее количество пассажиров им пользуется. Ситуацию будем и дальше отслеживать. Еще раз повторюсь, если будет где-то необходимость, количество автобусов будем увеличивать. Такой проблемы сегодня в городе нет. Ну вот по микрорайону Сокол полностью подтверждаю, как житель тоже этого района. И хочу сказать, что действительно, уехать с утра бывает очень тяжело, и, наверное, может быть, подумать уже о каком-то другом, может быть, маршруте. Может быть, до Светлой провести какой-то отдельный маршрут. Николай Дмитриевич, и еще такой вопрос. Вот вы отслеживаете вообще ситуацию в других городах, как она происходит? Поскольку наверняка многие муниципалитеты сталкиваются с подобными вопросами. Вот Ярославль, скажем, там на фоне соседей наших, там Костромы, Вологды, Архангельска, как он выглядит? Ну вы знаете, в 2008 году город Ярославль был признан лучшим городом в СНГ по транспортному обслуживанию населения. То есть я считаю, это очень весомая, заслуженная награда. И могу сказать, что за последние 10 лет к нам, наверное, пол России приезжала за обменом опытом. Вот МУП Яргортранс, который у нас, значит, руководит всем этим движением, ГЛОНАСС установлен на всех единиц транспорта, это было вообще когда-то ноу-хау, да? Еще во многих городах и сегодня этого нет. Поэтому, наверное, в каких-то городах, может быть, и есть лучше, но пока вот кардинально лучше, чем у нас нет. Конечно, я считаю, что проблемы сегодня транспортной в Ярославле нет, но при этом улучшать и повышать качество обслуживания, его можно и нужно всегда. Этому предела нет. И вот в этом направлении наша работа постоянно идет. Давайте послушаем еще один звонок, может быть, последний. Человек дозвонился, да, давайте услышим вопрос. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Вопрос такой. Планируем приобрести квартиру в норских резиденциях, вот, но на сегодняшний день туда ни одной, ни одного транспортного средства, ни одного автобуса, ни одной маршрутки не ходит. Есть ли перспектива проделывания... Понятно, спасибо, спасибо. ...97 маршрутки... Да, конечно, по норским резиденциям вопрос у нас также на контроле. Мы встречались с застройщиком этого микрорайона, проговаривали шаги и договорились так, что по мере сдачи домов, по мере заселения людей, уже в этом году мы там запустим один маршрут, маршрутного такси. Пока только один. И будем увеличивать там количество единиц по мере, значит, заселения этого микрорайона. Дальше, возможно, там проект, это очень большой, да, на несколько лет рассчитан, возможно, будет не один, а несколько там маршрутов движения. Уже в этом году обязательно там транспорт запустим. Спасибо, Николай Дмитриевич, что пришли в нашу студию. Я надеюсь, что вот все те благие намерения по улучшению транспортной работы, они будут претворены в жизнь вами совместно с мэрией и с депутатами муниципалитета. Хочется так, чтобы вы продолжили мониторить вот ситуацию, которая возникла после изменений. И то, о чем говорили сегодня наши телезрители, вот удивительно, что из Фрунзенского района сегодня звонков, наверное, было больше, чем из любого другого. Тоже, наверное, какой-то повод задуматься. Я напомню, что это была программа «Город» на Первом Ярославском. В студии для вас работал Антон Голицын и с заместителем мэра Ярославля Николаем Дмитриевичем Степановым мы говорили об общественном транспорте в городе Ярославля. Всего вам доброго, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!